Всем привет! Первую пятницу февраля мы с вами как обычно встречаем свежим номером газеты Одинцовская неделя. Давайте вместе его полистаем. На первой полосе номера долгожданное открытие реконструированной станции Лесной городок. Подробнее об этом событии, а также о запуске третьего и четвертого диаметров, вы сможете прочитать на странице 3. А на второй странице поручения президента страны Владимира Путина разработать предложение по льготной ипотеке для молодых специалистов и молодых семей. Из других новостей Подмосковья рост популярности чтения. В минувшем году жители Подмосковья посетили областные библиотеки 18 миллионов раз. Об этом и других событиях на странице 4. А на странице 5 читайте про агротуризм. Мы расскажем вам о пяти фермах, на которых можно познакомиться с прекрасными животными. В округе вводится новая система информирования жителей о работах в системе ЖКХ. Продолжается ремонт объектов здравоохранения, а также найдены люди, которые спилили голубую ель в центре города. Что еще обсудили на планерке главы округа Андрея Иванова, читайте на страницах 6 и 7. Глава муниципалитета провел личный прием граждан. Какие вопросы были озвучены жителями, узнайте на странице 8. На возрожденном стадионе «Спартак» в Звенигороде 28 января открылся хоккейный сезон. Под открытым небом местная команда сразилась с Одинцовской армадой, в числе которой на лед вышел и глава муниципалитета. О первой игре в новом сезоне читайте на странице 9. 27 января в округе отметили 79-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. История жизни Галины Шаюк, которая в те страшные дни оказалась в городе на Неве, вас ждет на странице 10. На странице 11 рассказываем вам о февральских законопроектов. Здесь вы найдете информацию о размерах пособий, о выплатах медработникам и мобилизованным, о новинках на портале госуслуг и многом другом. Наш земляк Кирилл Волков успешно дебютировал в телевикторине «Своя игра» и занял второе место. Его впечатления от проекта вы найдете на страницах 12 и 13. Неделя продолжает творческое сотрудничество с клубом «Активное долголетие». В этот раз представители серебряного возраста рассказали нам о новой театральной студии. Чему их научила сцена? Читайте на странице 14. А на странице 15 вас ждет интервью с врачом-инфекционистом Светланой Киян, героиней нового выпуска подкаста «Сами мы не местные». Далее рубрика в диалоге, а в центре ее внимания нелегальные горки. Могут ли жители строить их во дворах без разрешения муниципальных властей? Узнайте на странице 16. А на странице 17 читайте мысли вслух от нашего постоянного автора. Далее ознакомьтесь с рубрикой «Закон и порядок». Очередной пожар на рынке стройматериалов, джип на разделительных тросах и кража изысканных продуктов из магазина. Об этом и не только на странице 18. На странице 19 вас ждут актуальные вакансии, а далее телепрограмма. Не забывайте смотреть на ОТВ «Про утро», свежий выпуск новостей в 20.00 и подкаст «Сами мы не местные» по также решайте сканворд, а если не знаете, как провести выходные, изучайте афишу. Читайте каждую неделю и ищите нашу газету на фирменных стойках, а электронную версию на сайте.